Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами поговорим о всех значениях глагола «лира». Будет очень интересно. Итак, самое первое значение, которое мы давно знаем, это «читать». «Лира» – это «читать». Читать слух. «Лира» – «а от воа». «Лира» – «а от воа». «Читать про себя». «Лира» – «des yeux». «Лира» – «des yeux». Это как бы «читать глазами», то есть не произносить вслух, а именно про себя. «Лира» – «des yeux». «Разгадать замыслы кого-то». Вот это очень интересное значение, и будет это «лира» dans le jeu de quelqu'un. Что такое «колько'un»? Как вы видите, там идёт сокращение, да, это значит «кого-то». То есть, вместо «колько'un» мы можем поставить любое существительное или имя, да. «Лира» dans le jeu de Pierre, например, да, «разгадать замыслы», например, Pierre. «Лира» dans le jeu de quelqu'un. Ну, если дословно перевести, это «читать» в игре кого-то, да. Дальше. «Видеть разочарование на лице». «Лира» la déception sur le visage. «Лира» la déception sur le visage. «Читать» «разочарование» на лице. «Лира» la déception sur le visage. «Гадать» по руке. «Лира» des lignes de la main. «Лира» des lignes de la main. «Ратозейничать» «Лира» aux astres. «Лира» aux astres. Другое значение, если посмотреть словари, это будет «читать» по звёздам, да, по знакам. Но ещё есть такое вот в разговорном стиле. «Ратозейничать», да, «быть рассеянным». Это «лира» aux astres. «О» за astres. «Лира» aux astres. Откуда берётся «зе». Как вы видите, что вот это «о», это где «а», «ю» и «х», а у нас, получается, сливается с гласной буквой «а», и получается «о» за astres. «Лира» aux astres. Так, вот ещё интересное значение. «Смотреть, который час», то есть «читать час», да. «Лира» aux astres. «Лира» aux astres. Очень интересно. Дальше. «Ловко красть». «Савуара лира». Вот это значение вообще, да, не похоже ни на что. «Савуара лира». «Савуара лира». Так, теперь ещё очень интересное значение. «Грамотный». «Ки сэ лира» и «экрира». Ну, здесь просто как бы уже «экрир» подписали, да. То есть мы можем сказать, например, «Пьер грамотный», да, допустим. И будет вот такое вот предложение. «Пьера» «Ки сэ лира» и «экрира». Замечательно. Дальше. «Проглотить книгу». Ну, здесь уже ближе, да, значение «читать». То есть читать её просто таким вот интересом. Это значит «лира дю пусса». «Лира дю пусса». Так, «быть невеждой». Вообще, когда глагол «савуара» вместе с каким-то другим глаголом, да, это «уметь». «Уметь читать», «уметь», допустим, «писать». Это получается «савуара лира», «савуар икрира» и так далее. И здесь, если дословно мы переводим, это будет «не уметь читать». То есть «быть невеждой» вот как-то вот такой вот перевод они как бы сделали, да. «Ной па савуара лира». «Ной па савуара лира». Так, далее. «Быть начитанным». «Авоар боку лю». То есть «иметь много чего прочтённого». Это вот дословно здесь переведено. «Авоар боку лю». «Авоар боку лю». Так, дальше. «Предсказывать будущее». «Лира ля винира». Дословно это будет «читать будущее». «Лира ля винира». «Лир ля винира». Прям очень интересно звучит. Так, «читать чужие мысли». «Лира дан ля пансе дотруи». «Лира дан ля пансе дотруи». Так, «Рассматривать пейзаж». «Лира дан ля пансе дотруи». Давайте закрепим ещё раз. «Рассматривать пейзаж». «Лира дан ля пансе дотруи». «Лира дан ля пансе дотруи». «Предсказывать будущее». «Лира ля винира». «Лира ля винира». «Быть начитанным». «Авоар боку лю». «Быть невеждой». «Не па савуара лира». «Не па савуара лира». «Проглотить книгу». «Лира дю пусса». «Грамотный». «Ки сэ лира и екрира». «Ловко красть». «Савуара лира». «Савуара лира». «Смотреть который час». «Лира лёра». «Лира лёра». «Радозейничать». «Лира о застре». «Лира о застре». «Гадать пуруке». «Лира де линя до ляман». «Лира де линя до ляман». Видеть разочарование на лице. Разгадать замыслы кого-то. Читать про себя. Читать вслух. И просто читать – это лира. А теперь мы с вами разберемся, как же спрягается этот глагол, чтобы составлять фразы. Это глагол третьей группы. Он очень простой. Мы сейчас научимся с вами смотреть, как он спрягается. Итак, поехали. Перед вами три колоночки. Такая вот табличка. И первая колоночка – это настоящее время, которое называется présent. Вторая колоночка – это прошедшее время passé, композе. И третья колоночка – это будущее время, фитюр, сэмпль. Как же спрягается глагол в настоящем времени, когда я читаю, ты читаешь, он читает, она читает, мы читаем, вы читаете. Они читают, и они тоже читают. Итак, очень просто. Если научиться его спрягать, мы просто должны убрать с вами, как вы видите, лира, оканчивается на э, эрье. Это третья группа. Это визитная карточка третьей группы. Когда у нас оканчивается на эрье, это получается третья группа. Все здесь легко и просто. Мы убираем просто эрье и пишем везде ли, ли, ли и так далее. Дальше добавляем эс, эс. Иль, эль, когда он, она, мы добавляем тэ. Потом мы вну, ву, у нас опять буковка эс, да. Лис, лис, лис. То есть можно запомнить очень легко. Основа, которая будет самая главная здесь. У нас везде будет писаться лис, 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 лис. Только в иль, эль, лит. И дальше нами знакомые окончания. О, н, с, э, з, е, н, т. То есть здесь все легко и просто. Как же здесь все будет читаться? Je lis, tu lis, il lis, elle lis. Nous lisons, vous lisez, il, lisez, elle, lisez. Вторая колоночка. Пассе-компазе – прошедшее время. Пассе-компазе – это время сложное, которое строится из двух глаголов. Здесь всегда глагол avoir или être. С être спрягается определенное глагол, которое мы можем как-нибудь разобрать. Но вообще на 90% всегда avoir, да. И этот глагол не исключение. Он спрягается с глаголом avoir. Первый шаг. Я должна написать глагол avoir. То есть я пишу a, i, a, s, a, avance, a, v, s, on. Это как пишется. А потом я должна из lire сделать l, потому что lire – это третья группа. Это неправильный глагол, который нужно запомнить. У него будет партисип пассе, то есть причастие. У него будет лю. То есть везде я пишу лю, лю, лю и так далее. А теперь мы читаем с вами как положено. Je lue, tu as lue, il a lue, elle a lue. Nous avons lue, vous avez lue, ils ont lue, elles ont lue. То есть я прочитал, ты прочитал, он прочитал, она прочитала и так далее. Ну и самое мое любимое время, потому что оно простое. В данном случае здесь не надо заморачиваться. Фитюр сэмпль – это будущее время. Как я говорила неоднократно, что будущее время – это с буковкой r. То есть это визитная карточка. Когда мы слышим буковку r, это значит будущее время. Здесь все очень легко и просто. Я беру просто lire, только единственное освобождаю вот эту буковку r, убираю ö вот от этого, да, и прямо везде пишу lire, lire, lire и до конца. А дальше добавляю окончания, которые присущи абсолютно всем группам в будущем времени. Это аи, ас, а, а, о, н, с, э, з, о, н, т. Как же все читается? Je l'irai, tu l'irai, il l'irai, elle l'irai, nous l'irons, vous l'irai, ils l'irons, elle l'irons. Все очень легко и просто. Ну что же, мы идем с вами к фразам. То есть получается, как будто мы проспрягали глагол lire в прошедшем времени. Здесь будет, как будто она прочитала много, да. Дальше. Мне кажется увлекательным читать мысли других. Я обожаю гулять на природе и рассматривать замечательный пейзаж. J'adore me promener dans la nature et lire un péisage magnifique. Он посмотрел который час, чтобы прийти вовремя. Il a lu l'heure pour arriver à temps. Il a lu l'heure pour arriver à temps. И последнее предложение на сегодня. Пассажир читал про себя газету. Le passager lisez des yeux le journal. Le passager lisez des yeux le journal. Молодцы. Et voilà, nous avons fini notre leçon. J'espère que ma leçon vous donne beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, mes chers amis. Вот на этой нотке мы заканчиваем наш урок. Понравился он вам? Поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. И, конечно же, следите за нашими уроками. Теперь у нас они выходят постоянно по воскресеньям. Теперь они будут более еще насыщенными, яркими. Пишите, какие уроки вы бы хотели увидеть. Ну и самое важное. Также по воскресеньям выходят другие уроки в Телеграм-канале. То есть Телеграм-канал – это отдельный канал, где вы можете найти много информации. И там совершенно другие уроки. То есть там большое количество информации, которое будет вам интересно посмотреть. Ну что же, где же его найти? В описании под видео есть ссылка на этот Телеграм-канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста, и будьте в нашей дружной команде. Также его можно найти в закрепленном комментарии. Ну что же, увидимся наше видео.